Наташ, поздравляем тебя, поздравляем от всей Сибири, от всего Дальнего Востока, от всей-всей нашей большой команды. Принимай поздравления, потому что это правда, это твой день. И, конечно же, Наташа приготовила выступление, и сегодня она с вами поделится. Наташ, подключайся, включай микрофончик. Да, здравствуйте. Доброе утро всем, коллеги. Все, Наташ, передаю тебе. Ну, дорогие коллеги, доброе утро. Мы с вами сегодня. Очень приятно, такое долгожданное для меня событие. Серебряный директор Мария Владимировна сказала, что у меня две замечательные девчонки. У меня их на самом деле три. У меня есть растущий лидер из Ханты-Мансийской Ларисы Карабина, которые в этом периоде у нас видны. И в ближайшем будущем, я думаю, что у меня будет три директора. Я так волнуюсь. Вы знаете, Мария Владимировна меня попросила сказать, рассказать о своих секретах. И я задумалась, какие же они мои секреты. И прямо вот у меня это в том, думаю, секретов-то у меня каких-то, может быть, мало. Может быть, я сейчас совершенно никакую Америку, ничего такого совершенно не расскажу. Но видите уже на слайде, что сегодня самое лучшее время, чтобы начать. Потому что сегодня 21 июня, и сегодня день летнего солнцестояния. Представляете? Самое важное, когда мы начинаем строить свою структуру, здесь мы приходим к такому моменту, когда нам нужен написать бизнес-план. И я сейчас вам не открою ничего такого супер... такого супер... какого-то... грандиозного. Начинаем писать бизнес-план. Во-первых, нам нужно определиться, что мы строим. Мы можем строить шалаш, дворец, город, государство. Нам нужно понять, что мы имеем, какой у нас есть капитал, время, какие мы обладаем знаниями, образованием, харизмой. И что нам нужно добавить? Мария Владимировна, переключите слайд, пожалуйста. Какие личные качества нам нужно проработать? Навыки, ресурсы. И какие люди нужны в мою команду? И сейчас я вам расскажу один замечательный пример из жизни. У меня вообще все примеры мои связаны с детьми. Если вы слышали эфир, когда я выступала и рассказывала, что огромное влияние оказала на меня дочь на принятие решения, которое... ну, когда я пришла в Фаберлик. Так вот, мой сын подтолкнул меня к другой идее. Он у меня большой любитель булочек и как-то говорит, мама, у нас вот здесь такое замечательное кафе, и они выпекают замечательные булочки. И почему бы эти булочки не продавать в Омске? Я говорю, Кирилл, ну, это получается таким образом, что, ну, лидер принимает решение, руководитель кафе. И мы с ним начали рассуждать на тему, как это выстраивается. И таким образом я часто лидерам привожу своим этот пример с булочками из кафе. Вот, например, когда мы кушаем булочки, да, у нас все... У нас есть, например, любители булочки. Это наши клиенты. У нас есть продавцы, которые могут продавать эти булочки. У нас есть руководитель магазина или кафе, управленец, который управляет продавцами, и они продают булочки. А есть непосредственно руководитель бизнеса, который руководит всеми этими кафе. И он может продвигать их в разные города, в разные страны и строить это как бренд. И когда мы это рассказывали, у меня родилась эта идея, что это же и есть бизнес в Аберлик, мы можем его построить по такому плану. И я начала развивать территорию. Я подумала, а что если сделать? Потому что первый пункт выдачи, который мы открыли в Суколинске, я уже поняла, как это делать, как это выстраивать, как мы будем выстраивать этот бизнес в принципе. И я начала развивать территории соседние. И тем самым лидеры, которые появились на этих территориях, в принципе, я передала им этот опыт, который я делала на другой территории. В общем, Мария Владимировна, переключите, пожалуйста, слайд. Главное – выбрать правильную стратегию. Стратегия у нас – первый вариант. Если у вас есть команда, тогда мы начинаем знакомиться с командой и понимаем, кто у вас в вашей команде, кто у вас вот те самые потребители, да, то есть те, кто едят эти булочки, кто у вас в команде продавцы, если у вас уже команда есть, да, знакомимся с ними заново. И второй вариант – если у вас команды нет, то же самое, что мы тогда действуем согласно стратегии, выбираем, либо мы развиваем территорию, либо мы строим города, страны, шалаши, раздвигаем палатки, там выдвигаем, выезжаем в лес, да, то есть я это привожу к примеру из жизни, потому что это будет зависеть от того, какой путь вы выберете, что вы строите. И тем от этого и будет зависеть выбор вашей стратегии. И потом я предлагаю, переключите, пожалуйста, слайд, Мария Владимировна, вопросы для знакомства с вашей командой, потому что это наиболее важный момент вообще в этой практике. Бывает такое, что во время знакомства вы открываете в людях нечто новое, неизведанное. И я вот приготовила для вас вопросы для знакомства со своей командой. было ошибочно в моем прошлом, когда я занималась Фаберли, когда я только пришла. Я пыталась делать так, чтобы люди повторяли, как делаю я. Но это категорически неправильная стратегия. Стратегия заключается в том, чтобы увидеть в каждом человеке его сильную сторону, дать ей развитие, и именно строить бизнес на основе того, что для человека является преимущественно важным. Потому что цель вашего этого знакомства увидеть эти сильные стороны. И, так скажем, настроить людей на свой Wi-Fi. То есть вы все равно, как вот наши аппараты Дэна, знаете, каждая из нас, у нас есть свое поле. Мы приглашаем людей, которые подходят нам по целям, по каким-то ценностям жизни. И таким образом, в процессе, когда мы вот знакомимся с людьми заново, вы знаете, когда я проделала эту работу в своей структуре, я очень сильно удивилась. Оказывается, как много сильных лидеров есть в моей команде, я просто их не замечала. И в процессе вот этого знакомства выяснилось, что у меня еще работы непочатый край на земле. Потому что основную всю свою работу я все-таки выстроила на земле, как это принято говорить в интернете. Я проявляюсь очень мало. И дальше... Мария Владимировна, приключите, пожалуйста, слайд. И дальше мы, например, я на примере показываю, как с лидерами мы делаем... Например, если у нас есть лидер 600 баллов, да, то я показываю, как он делает. Вот это здесь просто привезен пример. И на следующем слайде... На следующем слайде есть тоже пример группового объема нашей точки B. То есть, когда мы определились и сделали вот точку A и показали, от чего мы стартуем, да, то мы показываем пример человеку, куда мы стартуем, какая у нас же точка B. И у нас есть на следующем слайде пример второго варианта с точкой B. Самое главное, что первый признак того, когда вы знакомитесь с человеком, когда вы начинаете с ним разговаривать, он начинает отвечать вам на вопросы, и вы в этом процессе выявляете, что для человека важно ведущее. Например, кто-то говорит, а я вот люблю песни петь. И вы тогда говорите, так это же замечательно, но с Фаберлик вообще еще нет такого проекта, которые поют песни и строят бизнес. Мы можем на этом сделать фишку, и тогда твои люди обязательно к тебе притянутся. На этой особенности, на мой взгляд, и есть вот эта фишка того самого секрета, в чем сейчас вот мои сильные стороны в развитии бизнеса. И последний слайд, пожалуйста. Как такового секретного ингредиента, конечно же, нет, но хотя он есть, это любовь к людям, это вера в себя, это самое главное, что я делала раньше. Я пыталась делать, научить людей, чтобы они делали, как я, а надо научить людей делать так, как делают они, взять их сильные стороны и сделать из этого бизнес. У меня все. Спасибо огромное. Спасибо огромное за твои секретные ингредиенты, потому что, правда, на самом деле в каждом есть свой секрет, да. Это правда дорогого стоит. Спасибо тебе огромное за то, что ты с этим поделилась.